Я у Бога просил не давать мне детских отпеваний. То есть, пожалуйста, Господи, любые требы, там, крещение, венчание, там, нужно... Я, причем, и тяжелые в том числе требы. А потом получилось так, что у меня у знакомых родился ребенок, попал в реанимацию сразу. Я поехал его крестить, и я его покрестил, и как-то так надеялся и молился, чтобы Господь дал ему здоровье, чтобы он выжил. Я помню, стоя вот этого маленького гробика, у меня случился кризис. Свидетельство веры иногда приходит путем, о котором мы даже не думаем, через кризисы. У меня был, например, кризис, связанный с тем, что я у Бога просил не давать мне детских отпеваний. То есть, пожалуйста, Господи, любые требы, там, крещение, венчание, там, нужно... Я, причем, и тяжелые в том числе требы, я ходил в онкоцентре, причащал раковых, больных детей. Я ходил в... провожал людей на тот свет. Люди в последний момент просили прийти, пособоровать, причастить. Люди страдали, там, тяжелыми заболеваниями, там, кожа вся, там, рассыпалась, какие-то язвы и так далее, так далее. Ну, то есть, многое еще повидал. Я говорю, Господи, пожалуйста, мне тяжело, там, но я это выдержу. Только не детские отпевания. И вот, знаете, пять лет моей священнической практики у меня не было ни одного, когда Господь меня щадил. А потом получилось так, что у меня у знакомых родился ребенок, попал в реанимацию сразу. Так же, как в свое время мой сын после рождения попал сразу в реанимацию, я его на второй день поехал крестить. Вот. И слава Богу, выжил, все с ним в порядке. И тут вот была такая же ситуация, ребенок после рождения попал в реанимацию, вот в этом боксе лежал, и я поехал его крестить. И я его покрестил, и как-то так надеялся и молился, чтобы Господь дал ему здоровье, чтобы он выжил, и чтобы все было хорошо. А тем более, что вот родители его очень ждали, этого ребенка. И так получилось, что он представился, он умер. И для меня это было, конечно, очень тяжелым испытанием, но Бог с ним, со мною. Я-то все-таки там священник, и это не мой ребенок, а вот родители были, ну, даже невозможно было передать. И главное, что ты пытаешься найти слова, я помню, пытался их как-то утешить, и у меня очень плохо получалось. И я позвонил одному опытному священнику, моему знакомому, которого спросил батюшку, вот что в таких случаях делать-то? А он говорит, никакие слова не говори, ты должен воспринять это горе как свое собственное, то есть пережить их боль, помочь им разделить эту боль вместе с ними. То есть можно даже помолчать побольше. Просто пожалеть, ну, как бы быть вместе с ними. Они просили меня отпеть ребенка, и мы привезли сюда в храм. Такой вот маленький гробик стоял в центре храма. Вот, ребенок такой, как, знаете, как игрушечная, как кукла лежал там. Сложно было передать, и у людей абсолютно сбитые с толку, все вот это, прям огромное количество цветов принесли, и все. И само детское отпевание, оно отличается от обычного. Там нету просьб прости согрешения, вольно-невольно, потому что у этого маленького существа нет ни одного греха, в отличие от нас. И так тяжко было. Я помню, что я все пересиливал себя, чтобы не зарыдать во время отпевания, чтобы дочитать хотя бы молитвы. Но потом уж после отпевания я себя не сдерживал. И я помню, стоя вот этого маленького гробика, у меня случился кризис. То есть мне прямо так тяжко было. И я понимал, насколько тяжело людям, которые стоят сейчас рядом со мной, что вот этот кризис, эта тяжесть и невозможность принять действительности. Одно дело принять от Бога какие-то вот подарки, помощь или чудо какое-то в жизни. И совсем другое дело принять от Бога вот такое испытание, такой кризис веры. И я помню, что мы его так вот вместе переживали, осознавали, чтобы довериться Богу, как-то понять. И я вот помню, как-то я родителям сказал, что мы, может, сейчас не можем понять. И честно должны об этом сказать. Господи, я не понимаю, почему он так сделал. Я честно не понимаю. Но я тебе доверяю. Это очень тяжело. Но это важно. Каждому человеку в определенный момент сказать, Господи, у меня есть вопросы к тебе. У меня даже есть боль, которую я никуда не могу деть. Я не могу ее отменить. Я знаю благочестивые слова, все по воле Божьей, все это. Но мне это больно. Я же не могу просто так взять и отменить ее. И честно об этом сказать Богу, что, Господи, мне больно, мое сердце разрывается от тоски. Пожалуйста, не оставь меня в этом состоянии. Пожалуйста, помоги мне. И нужно иметь терпение услышать от Бога ответ. Я помню, что я на какие-то вещи, иногда на свои запросы получал ответы через пять лет, через два года, через месяц допустим. Но должен пройти какой-то период. И удивительно, что через несколько лет после этого, того, что случилось, через два или через три года, эти родители приехали ко мне. Говорят, батюшка, мы хотим к вам приехать покрестить ребенка. Что Господь им дал еще одного ребенка, который родился живой, здоровый. И я был уверен как-то, что после вот этой пережитой трагедии, то, может, они не захотят в этом же храме, где мы отпевали первого ребенка, что мы будем крестить другого. И как-то для меня это самого было тоже как ответ. И то, что Господь дал им ребенка, что они живой, здоровый родился, что мы его покрестили, это для меня было таким утешением. И видеть вот этих родителей, которые выстояли, которые не отреклись от Бога, которые, ну, вот тоже через этот кризис, может быть, стали взрослее. И я как священник тоже. Поэтому не надо людям бегать от кризисов, не надо бояться задавать вопросы. Потому что, вы знаете, не ошибается только тот, кто ничего не делает. И люди, которые вот с каменным лицом говорят, мы уже нашли все ответы на все вопросы, мы все знаем. Знаете, даже царь Соломон говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Поэтому вот нужно быть поскромнее, меньше пафоса, господа, как говорила Фейн Ранецкая. Нужно просить у Бога. Господи, я не имею, а ты имеешь. Ты умеешь любить, я нет. Научи меня любить, как правильно, так, как ты умеешь. Вот эта честная позиция и переживание кризиса является чудом. Чудом, которое делает человека и умнее, и взрослее, и самое главное, дает ему настоящую веру. И я помню, собор Воспедово причащал пожилого совсем человека, которому там уже по 90 было. Или даже больше 90, но вот в таком уже пожилом возрасте. И он был летчик-испытатель всю жизнь. И такой очень мужественный человек, даже в советское время добился определенных высот в служебном положении. И вот он умирает, и его доедает болезнь серьезная, по-моему, рак. Высохший такой, но я часто с такими сталкиваюсь. Ко мне обычно батюшку зовут, когда совсем все плохо. Я часто сталкиваюсь с людьми, которые тоже прям на грани. И я вот с ним говорю, а он еще сохраняет какую-то крепость. Он мне так крепко руку пожал и такой все начал разговаривать. И я помню, я его спросил, как-то вот вы думали о Боге в советское время, атеистическом, он в фрам не особо ходил. Я говорю, как-то вот вы думали о Боге? Он говорит, батюшка, каждый раз, когда самолет слетал, я видел линию горизонта и солнце, которое восходит. Я думал о Боге и разговаривал с ним. То есть невозможно человека назвать атеистом. То есть у меня вот такое было удивительное чудо. И я его спросил, а вы боитесь смерти? Он говорит, батюшка, нет. И он мне так это ответил, знаете, не потому, что он, какое-то у него было бахвальство, или он хотел поправировать этим, что вот такой я смелый. Нет. Он действительно говорит, знаете, у меня жена очень много обо мне заботится. И я вижу, что ее тяжело уже со мной. Это я вот как-то хочу, чтобы Господь меня забрал. Что, говорит, я даже, я не знаю, батюшка, это грех. Если грех, то отпустите мне его. Что я прошу Господа, что он меня уже забрал. И мы с ним так хорошо поговорили, и мне было легко от его легкости. То есть это было вот именно то, о чем мы молимся. Христианская непостыдная мирная кончина. Это буквально я его исповедовал, пособоровал, причастил. И после этого вот через несколько дней он умер. Буквально там на следующий, по-моему, день, или там через день. Мне поразило свидетельство о смерти, когда я ездил к детям, больным онкологией. И там была девочка, у которой была очень тяжелая степень лейкемии. И у нее тоже начало загнивать вся кожа внешняя. Тоже очень тяжелый вид был этой девочки. 15 лет. И я пришел к ней в палату, чтобы ее тоже причащать. В то время я был молодым священником, я могу сказать, что сейчас я старый, но помоложе. И для меня это все было очень остро. И я такой думаю, я должен быть сильным, я должен держаться, чтобы ни в коем случае не показать ей какую-то вот свою такую слабость. Потому что ей гораздо тяжелее, чем мне. Я как взрослый должен, наоборот, дать ей какой-то опор. Мы начали с ней говорить, как-то я постарался воодушевить ее, все. И я так что-то ее тоже исповедовал. И она говорит, батюшка, я хочу умереть. Я прошу у Бога, чтобы меня забрал. Я говорю, ну почему? Она говорит, моя мама очень сильно страдает. Говорит, я вижу, как страдает моя мама. Вообще мама, наоборот, она там ходила, все. Но вот этой девочке, ей было даже шевелиться больно, потому что у нее вот вся кожа была покрыта ранами. И ей там ничего на нее надеять нельзя было. Ну то есть прямо такое тяжелое, очень тяжелое положение. Но она мне это так сказала, по-взрослому. Вот, конечно, болезнь серьезная у детей, она делает их сразу на лет 10 старше. Она со мной разговаривала, как очень взрослый, осознанный человек. Я могу сказать, что вот этот момент очень сильно тоже повлиял на меня. Я помню, я пришел тогда в машину, начал плакать. После того, как я вот причастил этих детей, и вот в том числе эту девочку. А потом я узнал, что она умерла через какое-то время. Господь ее забрал. Вот, но удивительный взгляд этой девочки, такой взрослый. Слова, наполненные любовью, что она думала не о себе, а говорит, вот мама, она так страдает, она так обо мне заботится, постоянно там не спит ночами. И говорит, мне это тяжело уже переживать. Я уже, говорит, хочу, чтобы Господь меня забрал. И как-то мы с ней поговорили о рае. Она начала спрашивать, а что там, как будет? Ну, вплоть там, можно позвонить, нельзя. Какие там будут деревья или еще что-то. Ну, мы так с ней обсудили по-житейски, что там делать-то, когда и если нас Господь в рай-то допустит. И вот в такие моменты ты понимаешь, что это все очень-очень близко и рядом. Все эти понятия, они не абстрактные. Вера, доверие, любовь, смерть, жизнь вечная, Царство Божие. И Господь сказал, что его спросили, где Царство Божие. Он говорит, Царство Божие внутри вас есть. И если мы не будем стремиться узнать Бога и жить его в Царстве здесь, на земле, то мы не знаем, что мы действительно будем делать в вечности. И вот эта девочка, она в корень зрила, что нужно уже сейчас об этом думать. Просто мы психологически все время это откладываем. А эти мысли не должны наводить на нас уныние какое-то. Как Господь в свое время Силуану Афонскому сказал, держи ум твою ладь и не отчаивайся. То есть это очень такая предельная честность, когда человек стоит перед смертью. И поскольку я как священник это наблюдаю, не только я, вообще все священники, они с этим сталкиваются, то этот опыт, он тоже очень ценный. И он складывается в сердце. Главное правильно его проанализировать и сделать выводы лично для себя. Например, что не надо откладывать жизнь на завтра. Что если ты хочешь просить прощения, проси сейчас. Хочешь любить, иди люби сейчас. Не тогда, когда будет удобно. Никогда не будет удобно любить кого-то. Нам всегда удобно любить себя. Поэтому нужно идти любить сейчас, просить прощения сейчас, заканчивать учебу в этом году. Нужно жить так, как говорил Господь. Довольно для тебя заботой дня грядущего. Давай, иди и будь христианином сегодня, а не завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!